Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула История Любви, сезон 2 серии 11, Марьева. На помощь! Я заметалась по плоту. Сестренка, нет! Пожалуйста, скорее! Мужчины изо всех сил налегли на гребе. Сэндра поймала мою дрожащую руку. Сейчас, еще немного. Сплески, удары, скрипы, несколько мучительно долгих мгновений беспомощности и неизвестности. Едва берег оказался достаточно близко, я опрыгнула на него с плота. Подол платья, зацепил воду, потяжелел и липко забился по ногам, пока я бежала к девочкам. Нужно привязать плод, иначе унесет. Я помогу! Влад и Ноэ остались у берега, а Сандра и Лео поспешили за мной. Милли! Упав рядом на колени, я стала ощупывать неподвижное тело сестры. Кругом было много крови, но ее источника я не видела. Господи, она жива? Наконец, нащупав пульс, я выдохнула. Да! Лео с тревогой оглядел Кэти. Сурок, ты цела? Что здесь тряслось? Да, мы... Девушка пыталась что-то сказать, но получались лишь всхлипы и несвязные звуки. Я стала поднимать свою сестру. Лео помог мне, осторожно подхватив ее под плечи, и тут же замер. Черт, что это? Какой-то след. Со стороны спины во все плечо Милли тянулось крупное пятно очень странного вида. Его края отсвечивали зеленоватым светом и слегка дымились. Кожа внутри выглядела неповрежденной, но при этом обильно сочилась кровью. Ох! Сандра пригнулась к пятну, чтобы разглядеть его, но тут же вздрогнула и отпрянула. Что такое? Я почувствовала... Мне кажется... Влад и Ноя тоже подбежали к нам и увидели Рану. Они поняли, что это. Это же лихой селок. Что? Какой селок? Влад вскинул голову и с болезненной тревогой гляделся. А где Мика? Они забрали ее. Кто? Наш гребец и еще один, тоже в черном капюшоне. Куда они ушли? В какую сторону? Мы не видели. Лео внимательно присмотрелся к песку на берегу. Следы ведут туда. Нужно скорее найти их. Да, но Милли нельзя так оставлять. Кто-то должен отвезти ее обратно, к врачу. Слишком долго и бесполезно. Нужно решать на месте и... Думаю, я знаю как. Тогда, Ноя, станьте здесь. Позабудьте о Миле и девочках. А мы с Лео идем на поиски. Хорошо. Лео на миг замешкался, с беспокойством глядя на меня. Влад поймал его взгляд и указал Ноя на нас с Сандрой. И главное, никуда их не пускай. А лучше спрячь понадежнее. Не беспокойся, сделаю. Но... Если вам понадобится помощь... Вы же не знаете, сколько их. Может, лучше держаться вместе? Лео покачал головой, шагнул ко мне, взял за обе руки и сжал их, глядя прямо в глаза. Мы понятия не имеем, с кем столкнемся и чем это обернется. Оставайтесь в безопасности, пожалуйста. Его теплая рука скользнула под мои волосы, нежно коснувшись шеи. Но когда он так просит, сложно отказать, да? Лео наклонился совсем близко, слегка тронулся кончиком носа в мою щеку и почти шепотом добавил. Ласточка, я должен быть уверен, что тебе ничего не угрожает. От реки тянуло холодом, и мои ноги под мокрым платьем совсем окоченели. Сердце переполнялось тревогой за сестру и страхом того, что будет дальше. Но ласковая рука Лео, его голос, слова заботы... Все это было как надежное убежище посреди урагана. И как же мне хотелось оставаться в этом убежище, греться в его руках, успокаиваться от его голоса. Но я должна была его отпустить. Лео... Он медленно, нехотя отпустил мою ладонь и отстранился, оставив мне легкое покалывание на кончиках пальцев и ноющую тоску в груди. Повернувшись к Эти, Лео обнял сестру, а затем ободряюще потрепал ее по плечам. Все будет хорошо, Сурок. Затем он кивнул Владу, и вскоре оба мужчины скрылись в чаще прибрежного леса. Я вновь посмотрела на странную рану Милли. Кровь из неповрежденной кожи сочилась так же обильно. Что же это такое? Как ты сказал, Ноэ, дурной силок? Лихой силок. Это ведь магия, верно? Да. Примитивный и давно изживший себя приемчик темных, чтобы приструнивать людей. То есть, рану нанес кто-то из ваших? Вряд ли. У темных есть много способов поизящнее. А единственный плюс этого силка – простота. Поставить силок может даже обычный человек, если, конечно, его научат. Впрочем, штука хоть и простая, но крайне гадкая, очень быстро вытягивает жизненные силы. Ого. Ты можешь ее вылечить? Не в этом мире, но Сандра могла бы. Я? Да, ведь, насколько мне известно, у тебя теперь особые силы. Но я не умею ими пользоваться. Не читала магических книг и не знаю заклинаний. В том и прелесть Дара, что с ним не нужны книги. Знания уже заключены в нем, а значит и в тебе. Дай сюда руки. Держи так. Ной взял ладони Сандры и подвел их к ранней миле. Отключи мысли и лови ощущения. Оно само придет. Понимание, что нужно делать. Просто поймай его. Сандра прикрыла глаза, держа руки над раной. Ной шепнул мне. Не будем мешать. Мы отошли чуть в сторону, туда, где стояла Кэти. Она усиленно терла лицо, стараясь привести себя в порядок. Можешь уже говорить. Расскажешь, как все было? Девушка размазала по щекам последние слезинки и кивнула. Сначала все шло хорошо. Мы плыли по реке, любовались огнями. Но потом заметили, что лодка приближается к этому берегу. Спросили гребца, в чем дело. Он сказал, вроде как лодка протекает, и нужно ее проверить. Пока мы осматривались, пытаясь увидеть течь, причалили. Из леса показался еще один тип. Тоже в плаще, капюшоне и с посохом. Почему так долго? Его голос напугал нас. Он был такой скрипучий, старческий. И наш гребец вдруг ответил ему таким же, очень старым голосом. Хотя до того в лодке он молодым говорил. Прошу прощения, ваше сиятельство. Я невольно вскрикнула. Голос, посох, это те же фигуры, что похитили меня. Неужели они снова проводят ритуал где-то здесь? Кэти, как вышло, что забрали только Мику, а вас смели оставили? Тип с посохом стал злобно кричать на нашего гребца. Дурак, бестолочь. Знаешь, чего может стоить твоя задержка? Скоро сюда хранители приплывут. А если что-то заметят? Сколько сил теперь придется потратить, чтобы скрыть все? Да, виноват, ваше сиятельство, но это было очень сложно. Девчонка совсем не оставалась одна. Эй, что происходит? Кто вы и зачем нас сюда привезли? Мы с Милей занервничали, но еще больше Мика. Она вдруг присела, словно готовясь к прыжку. Дир? Наверное, хотела снова в кошку превратиться, но не успела. Главный капюшон махнул в ее сторону посохом, и оттуда посыпались искры. Ха! Мика упала, и вся будто оцепенела. Лежит, двинуться не может, только подрагивает. М-м-м... Мика! Алп! Что вы делаете? Ну, капюшон уже навел посох на нас с Милей. Сразу стало нехорошо. Так тяжело и туманно в голове. Я уберу этих, а то и спрячь лодку, чтоб хранители не увидели. Вы обе... Ну-ка, шагайте вперед. Мы смели бы чинились. Противостоять его воле было невозможно. Уходя, он указал Гребцу на Мику. И подготовь ее к вечере. Я скоро. Да, ваше сиятельство. Черный капюшон повел нас в заросли. И вскоре мы пришли к старому каменному колодцу. Они еще от лесопилки тут остались. Я украдкой глянула внутрь. Там было так темно, жутко. Вниз вели узкие, полуразрушенные ступеньки. Спускайтесь. Я пошла первой. Капюшон пристально следил за мной. Наверное, в этот момент его влияние на Миле ослабло, потому что она вдруг... Но Миле, скорее всего, ударила бы фигуру в капюшоне. На тебе! Миле жала кулаки и изо всех сил толкнула его, сбив с ног. Страшный какой. Тип упал, усевшись на землю. Посох откатился в сторону, а капюшон сполз с его головы. Под ним был некто ужасный. И сохшее, как у мумии лицо. Выпученные глаза. Редкие длинные волосы. Ах! Миле на секунду замерла в шоке. Он воспользовался этим и дотянулся до посоха. Миле, скорее беги! Ах! Она встрепенулась и бросилась бежать. Но в этот момент сзади ее настиг сноб Искар. Ударил из посоха прямо в спину. Ах! Нет! По ее плечу тут же поползло это жуткое пятно. А из него кровь. Мерзкая девчонка. Вниз! Он ткнул в нее посохом. И Миле, послушно покачиваясь, с неживым лицом стала спускаться по ступенькам ко мне. Когда до дна оставалось меньше метра, он отдернул посох. И Миле тут же обмякла, потеряла равновесие. Как тряпичная кукла, она повалилась вниз. Я едва успела поймать ее. Отлично! Он с усилием толкнул тяжелую каменную крышку и закрыл ее вход. А как же не выбрались? Наступила полная темнота и тишина. Только капельки воды стекали по стенкам и падали в лужу на дне. Кап, кап. Конечно, я пыталась открыть крышку, но сдвинуть такую тяжесть изнутри оказалось невозможно. Тогда я села возле Миле, стала что-то говорить ей. Бедняжка только стонала в ответ, но этому я была рада. Значит, она жива. Сколько мы так просидели, не знаю. Было очень страшно. И казалось, что мы там навечно. Так и сгнием в этом склепе. Вскоре я совсем упала духом и уже только молча плакала. Но вдруг крышка сверху загрохотала и сдвинулась в сторону. На фоне звездного неба возник силуэт. Я совершенно не видела его лица. Лишь очертания тела. Вроде как мужского, но не слишком крупного. Почему-то мне показалось, что он молод и красив. Словно добрый ангел. Наверное, воображение разыгралось от мысли, что нас спасут. Я закричала. На помощь! Моя подруга ранена! Но силуэт лишь застыл на несколько секунд. Словно разглядывая нас. Вам не кажется, что это Юстин? А потом он просто ушел. Так и оставив крышку открытой. Постойте! Пришлось выбираться самим. Милли могла двигаться, но была очень вялой и явно не в себе. Потребовалось немало времени, прежде чем мы поднялись и доковыляли сюда. Тут, на берегу, она окончательно потеряла сознание. А потом появились вы. Кэти и замолчала. Значит, им нужна была именно Мика. А вы стали помехой их вечере, то есть ужину. Да, и по какой-то причине проводить этот ужин им нужно было именно здесь и сейчас. Иначе какой смысл так рисковать, зная, что вскоре прибудут хранители. А кто они, вы знаете? Тип с посохом совсем не был похож на человека. К тому же владеет магией. Думаю, он все-таки из темных. Ноя покачал головой. Темный может получить тело для человеческого мира только по очень важному делу. И все эти тела создаю я, ведя при этом строгий учет. Поэтому знаю обо всех, кто, когда и зачем сюда прибывает. Но тогда кто они? На его лице мелькнула тень, словно догадка, которую он тут же отмел. Сложно сказать, но у нас есть еще один вопрос. Кем был таинственный спаситель Кэти и Милли? Почему открыл вход, но ушел, не сказав ни слова? Это бесполезно. Я не могу. Сандра открыла глаза и с досадой отдернула руки. Ничего не чувствую. Никаких знаний. Совершенно пустая голова. Мы подошли к ней, и Ноя глядел рану Милли. Увиденное явно обеспокоило его, но голос он сохранил спокойным. Не всегда получается с первого раза. Попробуй еще. Да, Сандра. Она в отчаянии обхватила ладонями лицо. Нет, мы только теряем драгоценное время. Как колдунья, я ни на что не гожусь. Вы посмотрите, сколько тут уже крови. Бедняжка может погибнуть из-за меня. Ноя, нужен другой способ. Он напряженно задумался. И я тоже. Главное сейчас... Остановить кровь? Ведь в этом опасность, что она потеряет еще слишком много. Да, верно. Ты правильно мыслишь. Но как? Я знаю, что делать с обычными ранами, а тут... Можно как-то ее остановить? Остановить? Ну и задумчиво повторил за мной, и вдруг его глаза блеснули. Точно. Лая, ты подала мне идею. Как удачно. Я ведь могу перенести Милли туда, где все уже остановлено, в капсулу времени. В тот домик во Флоренции? Да, время там не двигается, оно зациклено. Поэтому и состояние Милли не будет ухудшаться. Зависнет в том положении, что есть сейчас. А когда мы придумаем способ помочь, то вернем ее обратно. А... что? Сандра, если коротко, у Но есть безопасное место вне времени, и он спрячет Милли там. Стало все понятней. О, так может он нас всех туда спрячет? Влад ведь просил... Увы, ваш мир слишком плотный, а перемещение в его пространстве очень энергоемко. Даже перекинув одного себя, я должен какое-то время восстанавливаться. В случае двоих это происходит дольше, ну а трое возможны максимум. То есть, ты можешь переместить себя, Милли, плюс кого-то одного? Да, и еще кое-что. Я планировал создать здесь защитную Марьева. Вроде ограждения, скрывающего от посторонних глаз. Да, еще главное не забыть все-таки зажечь костер, люди-то ждут. Но на все энергии не хватит. Либо Марьева, либо перемещение. Конечно, перемещение. Нужно помочь Милли. Согласна. Хорошо. Тогда, Лая, поскольку Милли твоя сестра, мы отправим с ней тебя. Нет, Ноэ, ты что? Нужно отправить Кэти. Он раздраженно передернул плечами. Черт. Обязательно все время спорить. Я обещал Владу. Да ну. С каких пор демоны держат обещания? К тому же ты обещал заботиться обо всех, а не только о нас с Милли. Кэти подросток и не имеет отношения ко всему этому. Если у нас только одно место в безопасности, нужно отдать его ей. Но тогда вы останетесь тут совсем одни. Без защиты. Я не смогу скоро вернуться. Это плохо. Да. Очень плохо. Я молча отвернулась и присела возле сестры. Погладила ее бледное лицо и бережно убрала в сторону прядки волос. Еще недавно такие красивые, готично-пепельные, а теперь слипшиеся от крови. Ноэ, у нас просто нет выбора. Нужно ее спасать. Он шумно вздохнул. Ладно. Тогда хотя бы... А ну-ка встань. Я не поняла зачем, но поднялась. Ноэ смирил меня придирчивым взглядом с головы до ног. Остановил его на мокром и теперь уже забитым песком по доле моего платья. Его губы скривились. Давай хоть поменяю тебе одежду. Ну да. Самое подходящее время переодеваться. Да. Потому что это самый неподходящий наряд для того, чтобы спрятаться в лесу. Вас сразу заметят, а в случае погони поймают. В его снисходительном тоне послышались более мягкие нотки. К тому же в мокром ты можешь простудиться. А как же экономия твоей энергии? Как нам красиво расписали причину покупки новой одежды, да? Тут ерунда. Совсем мелочь. Стой смирно. Ну-ка, ну-ка. Ноэ провел ладонью вдоль моего тела и... Наряд для леса, вы говорите? Гармоничная. Опасная. Быстрая. Ремешки. И ничего лишнего. Ну да, они должны были все быть зеленых оттенков. Я, наверное, этот наряд возьму. Быстрая. Изменилась не только одежда, но и прическа. Ух ты. У нее совсем по-другому лицо смотрится. Тоже как наборы идут. Гармоничная. Опасная. Быстрая. Ну, это самая интересная была прическа. А еще и с удивлением почувствовала на своем лице макияж. Ну, ноэ вообще пошел в отрыв. Самое время накраситься. Ммм. Бронзовый. С характером. Элегантный. Нам, наверное, стоит взять несколько. А макияж-то зачем? За тем, что мастера не работают частями. Если я и создаю образ, то полный. Он настоящий художник. Все. Ноэ окинул меня взглядом и явно остался очень доволен собой. Сойдет. А теперь не будем терять больше времени. Кэти, ты должна крепко держать Милли, а я обхвачу руками вас обеих. Хорошо. Мы помогли ей поудобнее обнять мою сестру. Я на прощание поцеловала Милли в холодный лоб. И почувствовала, как по моим щекам потекли непослушные слезы. Держись, малышка. Мы обязательно тебя вытащим. Я резко встала и отступила назад. Ноэ обнял девочек и посмотрел на меня. Будьте благоразумны здесь, ладно? Я вернусь как только смогу. Будем. Удачи. Пф. И они исчезли. Мы с Сандрой остались совсем одни на зловещей тихой набережной. Еще некоторое время я не могла отвести глаз от пустого места на песке, очерченного лишь большим кровавым пятном. Моей спины коснулась рука Сандры. Прости, что не смогла ей помочь. Тогда бы мы сейчас были вместе и под защитой. Ох, Сандра. Ты ведь очень старалась. И сделала все, что могла. Но редко какое дело удается с первой попытки. Тем более настолько необычное. Ты поддерживаешь Сандру. Ты не расстроена из-за этого? Ну, конечно, расстроена. Нет. Я даже думаю, все к лучшему получилось. Там в капсуле времени девочки будут в безопасности, а мы... Я почувствовала, как мое тело наполняется решимостью. Мы отправимся на помощь Лео и Владу. Вот скажите мне, друзья, сейчас кто-то сомневался, что Лая будет спокойно сидеть на месте возле этого костра? Ага, сейчас. Конечно, они пойдут искать приключений на свою красивую попочку. Лео и Владимир. Возвращаться в полутьме было сложно, а где искать ребят, совершенно непонятно. Но это такое, конечно, решение? Пойти в неизвестный темный лес? Мне становилось все больше не по себе. Если похитители проводят ритуал, его должно быть видно. Не в темноте же они это делают. Да, но и не прямо на виду, это точно. Возможно, они ушли намного дальше. Я остановилась и огляделась. Спустимся ближе к воде? Давай. Так хотя бы не заблудимся. Мы повернули к реке. А когда, по моим расчетам, мы уже были близко, услышали знакомые голоса. Это странно. Они должны быть где-то здесь. Да, но их нет. Лео и Влад спешно вышли из зарослей и резко остановились, увидев нас. Я представляю, какие они злые. Лая? Сандра? Что вы здесь делаете? И где Ноэ? Мы рассказали им обо всем. Это было очень опрометчиво идти сюда. Да. А если бы вы наткнулись не на нас, а на них? Думаю, сидеть на берегу было так же опасно. Их лодка спрятана где-то там, и они наверняка к ней вернутся. Влад и Лео хмуро переглянулись, но я видела, что они все же рады нашему появлению. Я думаю, они больше рады, что с девчонками все в порядке. По крайней мере, мы теперь знаем, что вы целы. И будем рядом. А вы так и не нашли их? Нет. Все обошли тут, но бестолку. Дальше они пройти не могли. Там большой овраг. Но и здесь их нигде нет. Лео грустно усмехнулся. Я уже начинаю думать, что они за той адской колючей стеной. Какой стеной? Там. Мы прошли по тропинке чуть вперед, к зарослям какого-то кустарника. Высокого и совершенно непроходимого, с огромными густыми шипами. Точно адские колючки. Я и не знала, что у нас такое растет. Сандра вдруг наклонилась к ним и замерла. Вы слышите? Все умолкли, прислушиваясь, но вокруг было совсем тихо. Нет. Что? Что? Тоджи опять. Ах, как громко. Сандра схватилась за голову. Ее лицо исказилось болью. Она же кричит. Как вы можете не слышать? Мы поспешно окружили ее. Влад взял ее за плечи, глядя в глаза. Сандра, это слышишь только ты. Скажи, что именно? Девушка плачет и кричит. Постойте. Что? Она зовет по-румынски «тата», то есть «папа». Влад дернулся к стене, едва не напоровшись на шипы. Мика, нет. Значит, они и правда там? Да, теперь я поняла. Это не просто кусты, а вроде того, о чем Ноя говорил. Марева, магическая преграда. Можно ее как-то расколдовать? Если только знать как. Сандра, что скажешь? Если б я могла, ну почему здесь нет и Линки? Сандра жала виски. Снова крик. Ох, как же невыносимо это слышать! Влад заметался у колючей изгороди, пытаясь найти проход. Лео тоже дергал ветки, Сандра стонала. Воздух кругом все больше наполнялся отчаянием и безысходностью. И вдруг я заметила дальше у основания стены какое-то движение. А? Непонятный серый комок медленно двигался, шуршал и пыхтел, волоча по земле тяжелый длинный хвост. Там животное! Все обернулись. В это время комок подполз ближе, и мы смогли его разглядеть. Я так и думала, а вдруг Носферату? Носферату? А что, Лео, только ты защищаешь свою девушку. Вон Носферату тоже. Массивный хвост оказался каким-то продолговатым предметом. Кот тянул его за ремешок, который держал в зубах. Лео приласкал питомца и поднял его ношу на лунный свет. Меч? Ну ничего себе, Носферату какой кот-качок. Притащил меч. Твой меч, Лео. Ну как? Разве он не остался в Румынии? Нет. Перед отлетом Влад подарил его мне. Но сейчас меч был в замке. Малыш, как ты его сюда дотащил? Мяу. Кот истошно мяукнул, вытянув мордочку к колючей стене, и тревожно замельчишил туда-сюда. Ох, там же Мика, он рвется к ней. Может, Носферату тоже мавка? Предлагаешь разбудить ветки мечом? Ты за этим его принес. Мрррр. Да, Лео. Этим мечом может получиться. Скорей. Мы отскочили в сторону, а Лео размахнулся и силой ударил по грозным шипам. Хх. Еще удар. И еще. Несколько кусков веток упали к его ногам, а на уровне глаз образовался небольшой просвет. Из него к нам прорвался свет факелов и звуки. Теперь плач девушки услышали все. Он и правда был невыносимым. Мика. Влад дернулся к отверстию, чтобы увидеть происходящее за ним. Но кошка вдруг затянулась прямо перед его лицом. Колючки, словно живые, сдвинулись и закрыли его. Ох. Сейчас. Лео снова стал наносить удары. Но каждый раз, когда в ветках образовывалась брешь, там мгновенно отрастали новые, пряча ее. Блин. Бесполезно. Заколдовано. На. Лео не останавливался. Со все большим ожесточением он рубил ненавистные колючки. Ведь ничего другого ему, да и всем нам, не оставалось. Влад больше не метался. Теперь он стоял, замерев, как изваяние. Только по его рукам и плечам моментами словно прибегал ток. Немигающим взглядом он глядел в одну точку. Туда, где Лео никак не удавалось прорубить окно. Мне хотелось закрыть ладонями уши, чтобы не слышать, как каждый раз в новое отверстие прорывается крик Микки. И зажмурить глаза, чтобы не видеть, как невыносимо бледнеет при этом лицо Влада. Но я не могла. И продолжала смотреть и слушать. В какой-то момент накопившееся отчаяние и бессилие подкатили к самому горлу. Чтобы справиться с напряжением, я заходила из стороны в сторону. Бух! Из-под меча Лео к моим ногам упал очередной кусок усыпанной шипами ветки. Они выглядели устрашающе, но при этом странно манили. Мне почему-то захотелось коснуться их. Я прям обалдею, если она их просто растворит своим касанием. Я присела и опасливо притянула к обломку руку. Ровно в этот момент обрубленный край выпустил несколько новых колючих стеблей. Это вышло одновременно. Моя робкая рука и дерзкие побеги двигались навстречу друг другу. В своей голове я уже видела, как шипы впиваются в мою кисть, прежде чем я успею ее одернуть. Но этого не случилось. Они вдруг отпрянули. В буквальном смысле втянулись обратно. А? Что? Я огляделась и выбрала другой кусок покрупнее. Но едва я поднесла ладонь, они тут же остановились в росте и даже поникли. За спиной раздался голос Сандры. Они не могут тронуть тебя, Лая. Это порождение тьмы. А как говорила Элинка, тьма тебя боится. Мы тут же поделились открытием с ребятами. Сандра права. И это наш шанс. Тогда действуем так. Я быстро прорубаю новое отверстие, а ты протягиваешь в него руку. Сможешь? Да, хорошо. Это сработало. И вот я уже стояла, держа ладонь в просвете между ветками, который больше не зарастал. Лая, стой так. Сейчас я соседние ветки обрублю. Ты только не двигайся. Теперь Лео приходилось действовать гораздо осторожнее, чтобы не поранить меня. Но вскоре мне удалось добавить в просвет вторую ладонь. А потом и понемногу отдалять руки друг от друга, отвоевывая у колдовской изгороди все больше пространства. Наконец я могла видеть то, что находилась за колючей стеной. Сначала мне было видно только дальний план, реку и старый арочный мост. Почему-то над ним было больше света, чем кругом, так что я даже смогла разглядеть другой берег. Он был покрыт деревьями, а еще дальше над ними виднелись верхушки башен замка. Это прямо напротив черного замка. Отверстие еще расширялось, и я увидела ближний берег. Ух ты. Открывшаяся картина почти полностью повторяла то, что была в ночь моего похищения в подвале. Факелы, таинственные знаки на земле и черная фигура. Как и тогда, она опиралась рукой на посох, а другой вытягивала яркий свет из бледной девушки. Только в этот раз жертвенным столбом служил ствол обломанного дерева, а девушкой была Мика. Ох, нет. Теперь у фигуры был только один помощник. Он держал в руках раскрытую книгу, что-то наподобие распятия, и громко, но неразборчиво читал. Мика больше не кричала. Ее расширенные туже со глаза смотрели прямо в нашу сторону, но, кажется, уже ничего не видели. Я невольно отвела взгляд и заметила рядом Влада, также наблюдающего эту картину. Склоняясь к окошку между моих рук, он стоял почти вплотную, так что каждая его болезненная эмоция оглушительным эхом отдавалась в моем сердце, разрывая его на части от сочувствия Владу. Я едва знаю Мику и не могу на это смотреть, а каково сейчас ему? Видеть страдания той, которую он знал ребенком, заботился о ней, и, судя по всему, уже однажды потерял. Ты разделяешь боль Влада. И вдруг лицо Влада стало меняться у меня на глазах. Бледная кожа потемнела, приобретая все более серый землистый оттенок, словно трещины по ней поползли взбухающие вены. Черты заострились, а глаза налились кровью. Да, Влад превращался в монстра, и происходило это в 20 сантиметрах от моих глаз. Настолько близко, что я видела каждую крошечную деталь его нового облика. Слышала, как мощно по-звериному он дышит. И как трещит от натяжения его одежда, с трудом вмещая растущее в размерах тело. Сандра и Лео смотрели с грустью и состраданием. А я? На самом деле? Так, мы должны, наверное, как-то его успокоить или что? Только на миг испугалась. Страх был лишь первой инстинктивной реакцией, но эта волна тут же отступила. Я мысленно шептала себе. Это Влад. Все тот же Влад. Я знаю, какой он на самом деле. И не боюсь его. В просвет между моими руками встряли две большие когтистые лапы. Молниеносными рывками они стали разрывать ветки колдовского растения, словно тонкую лозу, отшвыривая их в стороны. Шипы десятками впивались в его кожу, но Влад этого будто не чувствовал, а полученные раны сразу затягивались, не оставляя даже следов. Я старалась удерживать руками границы, быстро расширяющегося отверстия, и вот уже Влад протиснул в него верхнюю часть своего туловища. Чёрная фигура, занятая поглощением света из Микки, ничего вокруг не замечала. Но её помощник услышал шум и увидел нас. Он испуганно затряс хозяина за плечо. Ваше сиятельство там. Что? Фигура обернулась, увидела Влада и замерла. Её рука медленно опустилась вниз, световой поток прервался. Скорее, уходим. Но фигура стояла как вкопанная. Она смахнула с головы капюшон, который, похоже, закрывал ей обзор и зачарованно уставилась на Влада. Это... Это же... На сморщенном лице отразилась высшая степень благоговения. Старик упал на колени и простёр к Владу руки. О, могущественный господин! Ваше величество! Простите нам, ничтожным. Мы не знали. Покорным служением мы готовы искупить. Кто вы такие? Мы... Но вдруг спина старика выгнулась дугой, тело задёргалось в судорожном припадке. И тут же он промычал совсем другим голосом. Низким, мощным, более молодым. Мерзкое ничтожество. Уже забыл, кто твой господин? Старика скрючило от конвульсии, а над его головой появилась красноватая дымка. Что это? Дымка всё сгущалась, обретала очертания, пока не сформировалась полупрозрачный силуэт. Влад перестал рвать ветки и замер, ошеломлённо глядя на него. Карниван? Ты? Ха! Влад! Ну, здравствуй! И конец. Кто же ты такой, Карниван? Ну, понятно, что какой-то демон из тёмных. Но что их связывало? С ним ли был у Влада договор или нет? Или они просто какие-то знакомые там в тёмном мире? Да, я вижу по хронологии, что серия примерно как прошлые несколько. Но мне всё равно очень интересно проходить эту историю. Посмешило, конечно, у меня сегодня два факта. Это как, типа, невзначай нам предложили переодеться. И второй, как Лай решила, а пойду-ка я в тёмный лес непонятный искать ребят. Это хорошо, конечно, что всё удачно сложилось и что они нашлись. Но в жизни-то не всегда происходит, как в историях и сказках. Это опасненько, мягко говоря, так делать. Очень жалко, что у Сандры не получилось помочь Милли. Но я уверена, что в какой-то очередной момент она всё-таки возьмёт себя в руки, поверит в себя. И её сила всё-таки проявится. Но я очень верю в нашу Сандру. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдёте в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.